итак в этом выпуске мы поговорим о порохе и чем отличается дымный порох от бездымного в первой баночке у меня находится дымный порох как вы видите он имеет черный цвет и состоит из маленьких гранул составу дымного пороха такой 75 процентов калевой селитры 15 процентов угля и 10 процентов серы на заводе порох хорошо измельчают и гранулируют чтобы он лучше горел бездымный порох отличается от дымного пороха даже по внешнему виду он имеет такой зеленоватый цвет и состоит в основном из нитроцеллюлозы на заводе нитроцеллюлозу обрабатывают добавляют другие компоненты и придают конечному продукту вид таких гранул чтобы порох было легко насыпать и утрамбовывать давайте теперь посмотрим чем отличается горение дымного и бездымного пороха я насыпаю немного дымного пороха и поджигаю его чтобы поджечь дымный порох безопасный я поджег его с помощью небольшого количества гексана как можно видеть дымный порох сгорает мгновенно образуя большое количество дыма в замедленной съемке хорошо видно что горение происходит равномерно и очень быстро такая высокая скорость горения обусолена тем что порох гранулирован теперь посмотрим на бездымный порох я насыпаю немного бездымного пороха и поджигаю его горелкой как можно видеть бездымный порох горит немного медленнее но зато практически не образует дыма в замедленной съемке хорошо видно что горение не такое равномерное как у дымного пороха и отдельные гранулы сгорают медленнее сейчас в оружии используют основном бездымный порох чтобы при стрельбе он не загрязнял оружие выделяющимися газами и другими веществами при сгорании дымного пороха образуется сульфид калия углекислый газ и азот проблема дымного пороха как раз в том что образующийся сульфид калия забивает оружие при частом использовании у бездымного пороха такой проблемы нет однако все равно при сгорании бездымного пороха образуется небольшое количество осадка и после долгой стрельбы все равно но оружие необходимо чистить. В конце этого ролика хочу посоветовать канал Russian Slow Motion. Здесь вы сможете видеть интересные опыты в замедленной съемке, также химические опыты, которые снимают на скоростную камеру Evercam, которую производят в России. Пока что на канале не очень много роликов, но зато они довольно интересны и отлично сняты. Всем советую, ссылочка на подписку, как всегда, будет в описании. Субтитры создавал DimaTorzok